Приветствую вас, давайте разберёмся с тем, что вы написали. Давайте разберём ваш вопрос, да, и постараемся на него ответить. Итак, узнала, что мой парень писал о своей бывшей девушке два раза. Как вы это восприняли? Было ли вам неприятно? Чувствовали ли вы, к примеру, негатив? Чувствовали ли вы разочарование? Чувствовали ли вы ревность, страх, может быть, что-то ещё? С ним вместе год. Ну, год это, в принципе, приличный срок, конечно, для отношений. Этот срок более чем приличный. Но вместе с тем я бы сказал, что очень важно, чем этот год был наполнен, мне кажется. То есть, если, к примеру, вы много времени проводили вместе, но если между вами не так много общего, то год мог пройти достаточно эмоционально незаполненно. Что и привело, по факту, к тому, что у мужчины появилось желание написать своей бывшей. Ну, и забегая чуть вперёд, да, можно сказать, что у вас имели место быть определённые ссоры, да? И, соответственно, у этих ссор тоже есть какие-то свои причины, да? И мне думается, что очень здорово было бы разобрать, что за причины, да, какие причины имеют место быть у ваших ссор, да? Какие причины, почему вы ссоритесь, вот, и, соответственно, уже можно будет в таком случае что-то говорить дальше, да? То есть, ну, исходя из причин, по которым вы ссоритесь. С бывшей девочкой они расстались три года назад. Он сам ушёл от неё, она замужем, и у неё есть дети. А почему он ушёл от неё? Вот опять, ну, если вы Анна пишите о том, что он ушёл от неё, то почему он ушёл? Она замужем, и у неё есть дети. Он писал, что не может её забыть, и говорил, что поздно поступил и что бросил её. Ну, чувство вины, как следствие, например, изменения своей системы ценностей, может и не быть связано с чувствами к этой девочке. То есть, да, он может думать, что он забыл её, но здесь им может руководить и чувство вины. Но совершенно однозначно, что мужчина в себе не уверен, и совершенно однозначно, что эта неуверенность, она не могла себя не проявить раньше. То есть, вот, именно раньше, когда, например, вы, допустим, ну, допустим, только начинали встречаться. И когда у вас всё было только, вот, ну, как бы, когда, только-только-только всё начиналось. Вот. И, я думаю, что неуверенность мужчины, такая вот его, ну, его, вот, то, что он сомневался, да, в себе, то, что он, ну, как-то вот, ну, метался, да, может быть, даже и, может быть, даже мечется до сих пор. Вот, вот, вот этот момент, момент, что он мечется до сих пор, вряд ли этот момент, как, как вам сказать, вряд ли этот момент, он появился только что. То есть, я вот думаю, что он, скорее всего, ааа, этот момент был раньше, скорее всего. Ааа, только вопрос заключается в том, ааа, понимали ли вы, что он этот момент имел место быть? Чувствовали ли вы, что этот момент есть, что он влияет на, ну, на вас, допустим, да, вот, и так далее. Потому что у меня, например, вот, сложилось, ааа, такое вот впечатление, что, ну, как-то вот вы, ааа, закрывали глаза, да, на то, что мужчина ваш, он вот такой, ааа, ну, в какой-то степени, да, мнительный, в какой-то степени неуверенный в себе и так далее, и так далее, и так далее. Вот, хотя, конечно, тут, ааа, наверняка ничего говорить нельзя, но, на мой взгляд, ааа, совершенно очевидно. То есть, это такое вот определенное качество, качество, это такое вот определенное качество человека, которое вы, ааа, судя по всему, игнорировали. А оно дало, дало особе знать, особе знать, оно дало особе знать, оно проявило особо. Вот, и вам это неприятно. Дальше, эм, о переписке я узнал от нее. Он говорит, что не любит ее, просто перепил и решил написать, потому что мы же поругали. Да, тут вот, из-за чего вы поругались. Говорит, что любит меня. А, а вы? Эээ, стоит ли с ним продолжать отношения? А, ну, а вы сами, эээ, готовы работать над проблемами, вашими проблемами в отношениях или нет? Потому что, если не готовы, то, наверное, не стоит. При условии, эээ, значит, оставления, вот, в том же самом, да, положении вашего поведения и вашего отношения, эээ, при условии оставления, мне думается, что лучше расстаться. Потому что, ну, все равно вы, эээ, таким образом, проблему не решите. Вот. Эээ, или он до сих пор любит бывших. Эээ, может быть. Но он здесь, он выбрал вас, он выбрал быть с вами. И, соответственно, это решение, оно тоже чего-то стоит. Правда, вам желательно для себя, эээ, вот, решить, что вы чувствуете в мужчине. Понимаете? И решить, из-за чего вы ссоритесь. И, постараться устранить причину ссоры со своей стороны. То есть, поработать со своими чувствами, поработать со своими желаниями, с собой. Лучше разобраться в себе. И тогда, уже можно будет более, более корректно давать вам какой-то ответ. Более корректно давать вам прогноз. Эээ, что касается, эээ, того любит ли он ее. Я не думаю, что это любовь. Я думаю, что это привязанность к ней, в какой-то степени связана с чувством вины. Вот, я думаю, что это личная травма вашего молодого человека. Вот, молодого человека, я надеюсь, не бывшего. Эээ, личная травма, которая просто тянет его в прошлое. Вот, поэтому я думаю, что вам, ему имеет смысл обратиться к психологу, потому что у него есть некоторые сложности. Ну, хотя бы, прямо сюда, на ресурс. И вам тоже имеет смысл поработать с собой и разобраться именно в себе, в том, что вы чувствуете, в том, что вы хотите для своего молодого человека, и в том, насколько вы верны в себе. Потому что, эээ, я не думаю, что если бы вы были верны в себе, да, если бы адекватно, не на свой счет восприняли то, что молодой человек написал своей бывшей девочке, то вас бы здесь не было. А раз так, значит, вы чего-то боитесь, у вас есть какой-то внутренний конфликт, вам больно. И вот с болью нужно работать, нужно работать. Эээ, вот так. Эээ, в целом, ваши вопросы, два ваших вопроса, которые вы задаете, выглядят не совсем корректно, потому что, эээ, стоит ли мне с ним продолжать отношения, это решать только вы. Эээ, любит ли он свою бывшую, ну, мы не можем залить голову другого человека, и, эээ, соответственно, понятно, любит ли он или нет. То есть тут вот, исходя из вашей краткой информации, можно сделать только предположение. Эээ, исходя из, эээ, общих принципов, эээ, психотерапии, я предложил бы вам, эээ, поставить вопрос, не стоит, не стоит, не стоит, не стоит или не стоит, да. А, эээ, я предложил бы вам поставить вопрос так, чего я хочу для себя, и чего я хочу для него, для молодого человека своего. Какая у меня щитка к нему, и что он между нами общего. Вот. А также очень важный вопрос, из-за чего мы ссорим-ссоримся. То, что он молодой человек перепил, как вы говорите, ну, это тоже может быть, ээээ, как бы, элементом психологической проблемы. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если, ээээ, понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok